Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. В общественной палате Карачаева Черкесии прошло собрание Государственного жилищного надзора Республики с представителями управляющих компаний. Субтитры создавал DimaTorzok По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова, министр здравоохранения Казим Шаманов оценил готовность госпиталей по работе с ковид-больными, которые в настоящее время находятся в резерве. Он проверил техническое состояние медицинского оборудования, оценил готовность к приему заболевших в случае необходимости. В настоящее время министерством ведется работа по формированию резерва медперсонала. Основной упор будет сделан на тех, кто имеет опыт работы в ходе первой волны пандемии. Подводя итоги осмотра госпиталей, министр отметил, с учетом потребностей и опыта в Республике сформирован двухнедельный запас лекарств, средств индивидуальной защиты для медицинских работников. В госпитале оборудованы необходимой медтехникой. В случае необходимости они смогут полностью развернуть в трехдневный период. В отделении Пенсионного фонда по Карачаевой Черкесии прошел брифинг, на котором журналистам рассказали о проведенных единовременных выплатах, введенных в связи с пандемией. Участниками этой беспрецедентной программы в Республике стали более 16 тысяч семей. Они получили три выплата. Один из них – выплата на каждого ребенка от 3 до 16 лет в два этапа в размере 20 тысяч рублей. Абсолютно большинство семей в Республике уже воспользовались этими мерами господдержки. Однако немало и тех, кто по каким-либо причинам еще не оформил соответствующее заявление. Сразу несколько пособий на несовершеннолетних детей смогут получить семьи, имеющие на это право и которые ранее не успели подать заявление на выплаты. Заявления принимаются до 30 сентября включительно. Подать их можно через портал Госуслуг или по предварительной записи в отделении Пенсионного фонда. В рамках реализации 249 указа президента территориальными органами Пенсионного фонда осуществляется активная информационно-разъяснительная работа. На сегодняшний день основная масса людей уже обратились с заявлениями, они рассмотрены и осуществлены выплаты в установленные сроки. Дополнительно территориальными органами Пенсионного фонда проводятся индивидуальные разъяснительные мероприятия. В частности, проводятся беседы по телефонной связи, информируются граждане о своих правах и о сроках обращения. Полагаем, что в установленные сроки граждане дополнительно обратятся к то, если вид желания получить эти выплаты. Существуют нормативные материалы, которые определяют сроки, которые определяют право этих граждан. Если в установленные сроки население не обратилось и не воспользовалось своим правом, соответственно, оно уже в свое действие теряет эту норму. «Готовь сани с лета» – русская пословица, призыв которой всем известен, наиболее схож с работой жилищно-коммунального хозяйства перед зимним сезоном. В Общественной палате Карачаева Черкесии прошло собрание государственного жилищного надзора и республики с представителями управляющих компаний. Подробности в нашем репортаже. Подготовленность домов и коммуникации к осенне-зимнему периоду является актуальным и требующим к себе внимания вопросом. Ведь этот период является настоящим испытанием для многоквартирных домов. И зачастую из-за несвоевременного решения накопившихся проблем жители сталкиваются с неприятными последствиями. Ряд вопросов обозначу. Потом дам вам время, протокольные поручения доведу до вас. И по истечению этого времени мы проведем рейдовые мероприятия, которые выльются в административное реагирование. То есть, чтобы вы понимали, что вопросы я просто сказал и забыл, такого не будет. Буду смотреть, буду спрашивать, буду прослеживать, как идут работы. Кто отнесется внимательно, будет у нас диалог двусторонний. Мы вас слышим, вы нас слышите и работаем на качество предоставления коммунальных услуг, на благоприятные условия проживания населения. В ходе совещания обсудили вопрос качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, содержания в надлежащем состоянии подъездов, дворовых территорий, подвалов и крыш многоквартирных домов республики. В первую очередь, речь шла о добросовестном выполнении своих обязанностей. Люди вам доверили свое жилище. Платят, не платят – это второй вопрос. Надо вести претензионную работу, а свою работу делать качественно – это крайне необходимо. Также особое внимание я хотел бы обратить на лифты. Лифтовое хозяйство целиком по республике у нас тоже не совсем в хорошем состоянии, хотя есть хорошие подвижки. У нас фонд капитального ремонта уже ведет серьезную работу по замене. С вашей стороны, лифты нужно тоже содержать, хотя бы текущие профилактические работы делать. Руслан Урусов поручил проработать вопрос обеспечения условий для маломобильных граждан, также проработать обратную связь с жителями домов и проводить ежеквартальный отчет о проводимых работах. Руслан Жукаев, Роберт Жигутанов. Вести Карачаево, Черкесия. И какая погода будет в эти выходные, поведают синоптики. Редактор субтитров А.Семкин Благотворительный фонд «Доброгорец» в начале этого года начал реализацию проекта «Успеть, значит, спасти». Проект направлен на разностороннюю поддержку семей с детьми с заболеваниями и их сопровождение в самых разных вопросах. Подробнее о проекте расскажет сотрудник фонда Медина Баташева. Здравствуйте, Медина. Спасибо, что вы пришли к нам в гости. Медина, мы знаем о деятельности вашего фонда уже давно. Ты расскажите, пожалуйста, на что направлен проект и как он реализуется? На данный момент мы реализуем проект. Называется «Успеть, значит, спасти». Проект получил грантовую поддержку фонда президентских грантов. Данный проект – это информационная программа для семей, столкнувшихся с заболеванием ребенка. Мы… Целью проекта было проинформировать все семьи, которые у нас в отдаленных районах, которые менее информированы о том, какие органы, какие организации, НКО и фонды, как могут им помочь, что сделать и что обязаны им предоставить, какие услуги. А как реализовывался проект? Я понимаю, что до пандемии все было понятно и ясно. А как вы реализовывали проекты во время пандемии? Предварительно по согласованию с администрацией того или иного района при поддержке Минтруда и Центра социального обслуживания, как правило, на базе их у нас проходили встречи, мы проводили встречу с родителями. На данной встрече в основном это была работа психолога, психолога-медиатора, то есть они знакомились, озвучивали какие-то проблемы. Психолог уже после, если видел, что есть какая-то необходимость провести индивидуальную консультацию или еще что-то, оставались, приезжали дополнительно, проводили данные консультации, выявляли, какие есть проблемы в том или ином районе, фиксировали их. И после мы уже проводили круглые столы, при желании также родители могли участвовать на этих круглых столах, чтобы не быть голоснованными, не говорить о том, что мы где-то передали, ваш вопрос решится. То есть родители имели возможность сами лично задать те же вопросы, которые их волновали. Мы проводили круглые столы с участием администрации районов, представителей Минздрава, где они получали ту или иную консультацию и зачастую очень многие вопросы уже там на стадии круглого стола уже решались. С какими вопросами семьи, столкнувшиеся с данной проблемой, могут обратиться к вам в фонд в рамках данного проекта? Мы оказываем помощь семьям, столкнувшимся с заболеванием ребенка. То есть зачастую, как правило, семья, когда рождается ребенок с каким-либо заболеванием, они не знают, куда идти, куда можно обратиться, какую помощь им обязаны предоставить, какие услуги им должны дать. И в силу незнания матерей, семей, упускается тот момент, начальный период, когда у ребенка заболевание. И вот именно вот этот небольшой период, первые два года, можно оказать интенсивную медицинскую помощь и уже в дальнейшем, чтобы у ребенка пошла какая-то положительная динамика. Это очень важно. Но, к сожалению, родители не знают, куда обратиться, в какие организации, в какие министерства, какие службы, органы, службы поддержки и прочее, и тянутся этим. Или же в нашей республике, к сожалению, есть еще такая особенность, как менталитет. То есть не афишировать, не показывать, что у ребенка то или иное заболевание, скрывают это. И зачастую теряется то драгоценное время, за которое можно было оказать квалифицированную медицинскую помощь. То есть мы призываем родителей детей, столкнувшихся с трудной жизненной ситуацией, с различными заболеваниями и прочее, не стесняться обращаться, обращаться к нам. Мы всегда поможем, проконсультируем, скажем, какие органы и прочие структуры, какую помощь им обязаны предоставить, нашу помощь, какую мы можем им предоставить. Помогаем также со сбором, с открытием сбора, поездки на лечение и прочее. Поэтому призываем родителей быть максимально открытыми, не стесняться, потому что от матери зависит здоровье ребенка в первую очередь. И от нее зависит и от семьи напрямую то, как в дальнейшем этот ребенок будет самостоятельным. Потому что, как правило, большинство родителей хотят, чтобы в будущем этот ребенок был хоть немного самостоятельным. Это очень важно. Поэтому призываем всех к семье обращаться, не стесняться, узнавать о своих правах и обязанностях и требовать их. Также мы хотели бы обратиться к тем семьям, которые увидят данный эфир, у которых есть такие же проблемы, и хотели бы обратиться за какой-то помощью или им нужна будет консультация. Не стесняться, звонить, обращаться по номеру нашему рабочему, который вы увидите на экране. И по возможности мы всегда будем рады оказать помощь. Медина, спасибо, что вы пришли к нам сегодня в гости и рассказали о вашем проекте. И спасибо, что вы оказываете помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Самый большой флаг Российской Федерации побывал и в Карачаево-Черкесии. Участники проекта «Ломоносовский обоз. Грозный Крым» посетили республику и развернули его на склонах гор в Домбайе. Триколор занял площадь в полторы тысячи квадратных метров. Подробности в репортаже Аслана Гирюгова. Россия! 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 Ура! Мы это сделали! Данный проект посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Одной из важных идей является празднование юбилея победы в войне и развитие патриотизма среди молодежи. Участники проекта принесли с собой не только самый большой флаг России, но и частичку вечного огня, который был взят с поклонной горы в Москве. Проект у нас направлен на развитие межнациональных, межэтнических отношений, развитие патриотики в каждом студенте, в каждом гражданине России. В этом проекте поехали 50 талантливых ребят, талантливых студентов. Это победители проектов Международного Ломоносовского клуба, грантовой системы ФАДН и Росмолодежи. Ребята очень-очень хотели поехать. Я думаю, что впечатления, которые они здесь испытали, останутся в их жизни, наверное, до конца. В 12 часов по московскому времени участники проекта установили рекорд Гиннесса, развернув самый большой флаг России, площадь которого составляет 1500 квадратных метров. Впервые он был во Владикавказе, а в Донбай удалось повторить данный подвиг в более тяжелых условиях. Никто из туристов не мог пройти мимо, не обратив внимания на данную акцию. На самом деле, в прошлом году вся страна готовилась к празднованию 75-летия Победы. Мы, как организация, которая занимается уже более пяти лет работой с талантливой молодежью, в том числе в патриотическом плане, решили, что мы не можем остаться в стороне от этого праздника. И весь проект проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Мы делаем самое главное – через Победу говорим о межнациональном единстве, о том, что все народности и все национальности должны приложить абсолютно все усилия для того, чтобы не было войны, чтобы не повторились истории с терроризмом и чтобы экстремизм не распространялся в Российской Федерации. Помимо этого, было отмечено, что данная акция способствует развитию туризма в нашей республике. Каждый участник, возвращаясь домой, расскажет о красоте природы Карачаева-Черкесии. Развитие туризма, ну, конечно, тут, наверное, так подспудно немного, потому что вот даже туристы, которые видели, как раскрывался флаг, который скандировали «Россия, Россия», да, для них это важно понять, что здесь, находясь где-то далеко от дома, они все равно дома. Но в большей степени это, наверное, даже скорее для направления молодежной политики и патриотического воспитания, когда мы можем сказать, что мы являемся продолжателями тех славных заветов и идей, когда мы можем, собравшись вместе, объединившись, сделать что-то. Завершив акцию в Донбай, Ломоносовский обоз направился дальше в сторону Крыма. Многим участникам поездка в нашу республику запомнилась не только красотами, но и гостеприимством. Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Донбай. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»